В апреле исполнится два года работы Кабинета министров в Эстонии, сформированного после парламентских выборов. В 2011 году партия реформы Союза Отечественной Республики, подписывая коалиционные соглашения, обозначили ни много ни мало 54 цели, которые правительство должно было достичь. По данным интернет-сайта, на котором ведется наблюдение за работой Кабинета министров, к настоящему моменту лишь 35 обещаний полностью выполнены. Один из лидеров правящей коалиции так объяснил такую неприглядную статистику. Эти цифры не отражают всех процессов. Дело в том, что очень многое из того, что было обещано правительством, находится в процессе решения. И то, что против каких-то пунктов не стоит галочка о выполнении, не значит, что этим никто не занимается. Судить о том, насколько результаты работы правительства совпадают с изначальными планами, можно только по итогам четырехлетней работы Кабинета. По данным наблюдателей, за деятельностью правительства в работе действительно находятся 342 обещания. Еще до 61 в Кабинете министров руки пока не дошли. К примеру, в энергетике было удано 56 обещаний, выполнены лишь 4, а работа ведется по 34. В сфере образования из 47 обещаний выполнены лишь 2, а в области семейной политики и того меньше, всего одно из 22 обещаний. Примечательно, что из того, что планировало правительство в сфере интеграции, галочка стоит лишь против одного пункта – переход гимназического образования в русских школах на эстонский язык. Хотя то, что этот процесс служит на пользу роста толерантности и взаимопонимания в нашем обществе – вопрос очень спорный. Неясным остается, как будет выполнять правящая партия ИРЛ одной из своих основных предвыборных посылок – снижение коммунальных расходов. Парламентская оппозиция называет это обещание, а также ряд других, заведомо невыполнимыми. Весь этот коалиционный договор был напишен, скажем так, в точке зрения того, что у нас экономика будет очень сильно расти, и налоги какие-то другие будут идти. Она растет, да. Но в то же время рост не такой, как все-таки ждала коалиция. Я думаю, что большинство поэтому вот из этих коалиционного договора обещания выполнены не будут. Или будут выполнены по кускам и скажут, что вот с этим мы и выполнили. Ну, скажем, какую-то часть они сделают, и большинство будет для населения. В любом случае, окончательную оценку деятельности правительства предстоит дать избирателям на следующих парламентских выборах. Впрочем, далеко не факт, что этот кабинет министров до следующих выборов продержится. Максим Волков, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал.